Здравствуйте! В эфире телеканал ЖИТУСУ новости. В студии для вас работает Гульмира Тимиргалиева. Судоперевод обеспечивает Мараджу Мабеков. Казахстан, как и все страны, готовится к возможной второй волне подъема заболеваемости коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения, планируется развернуть 71 тысячу коек. Активную подготовку к новому притоку пациентов COVID-19 ведут и врачи областной больницы в городе Талдыкурган. Областная больница в период пандемии была перепрофилирована в инфекционный стационар. Для больных с COVID-19 здесь были открыты два отделения, более чем на 300 коек. Именно на этом ответственном участке находились сложные пациенты с коронавирусом. Как вспоминают врачи, тот тяжелый период они запомнили на всю жизнь. Мест не хватало. На тот момент поступающих за сутки было около 100 человек. Наша клиника, наши сотрудники, все как единая команда, начиная от санитаров, медсестер и врачей, все боролись с заболеванием COVID-19. В очаге заражения по сегодняшний день работает врач-реаниматолог Нургазе Турдалиев. Под его постоянным наблюдением пациенты с тяжелым течением болезни, которые подключены к аппарату искусственного дыхания. Таких, к счастью, больницы сейчас не так много, но внимание им уделяется удвоенное. По словам Нургазе, врачи готовы ко всему, даже если начнется очередная волна инфекционной болезни. Мы более подготовлены, чем первый раз. Персонал тоже подготовлен. Мы уже знаем, чем бороться. Но, что я хочу сказать гражданам нашего города, вообще гражданам Казахстана, строго соблюдать санитарно-эпидемические нормы. Тяжелые пациенты к нам больше много поступают. Борьба за каждую жизнь – это очень тяжело. Сейчас в красной зоне риска лежат 13 человек. У всех обнаружен коронавирус. Многие чувствуют себя лучше. Усилиями врачей и медперсонала даже самый сложный пациент с 90% поражением легких возвращен к жизни. С 20 июля я попал сюда с положительным диагнозом коронавирус. Я находился в крайне тяжелом состоянии между жизнью и смертью. 90% легких были забиты. Благодарность большая медперсоналу областной больницы. Действительно, за их теплое, приветливое, хорошее отношение к больным. Действительно, условия здесь хорошие. Когда больницы не хватало врачей и медсестер, разные медорганизации отправили сюда своих сотрудников. Четыре врача прибыли из города Алматы. Некоторые из них до сих пор работают здесь, помогая своим коллегам. Сюда ехала 16 июня, когда именно требовались специалисты. Когда я приехала, было очень тяжело, потому что здесь было полной палаты пациентов. У нас времени ни на что не было. Мы только работали и с пациентами только лечили. Сейчас обстановка более-менее утихает. Но это не дает повода врачам больницы расслабляться. Неутешительны прогнозы экспертов. Поэтому они ведут активную подготовку. Больница полностью обеспечена защитными средствами, необходимым лекарством и аппаратами ИВЛ. Это инфекционное отделение первого уровня, где во время первой волны пандемии пролечились 2700 человек. Областная больница города Талдыгургана на сегодня готова к приему пациентов второй волны пандемии. Кулинар Мустафа, Мадиба и Бусынов, телеканал ЖТСУ. Один из отечественных товаропроизводителей Кайнар АКБ – лидер по производству аккумуляторных батарей на боссоветском пространстве. Старейшие предприятия областного центра известны не только своей продукцией, но и квалифицированными кадрами. Их беззаветный труд и преданность родному предприятию были по достоинству оценены коллективом в преддверии Дня труда. Подробности из материалов сюжета. В далёком 1980 году Жумабики Асанбаева, 18-летней девушкой, переступила порог предприятия. Благодаря первым наставникам освоила сборку аккумуляторных батарей. С тех пор бессменно работает в этой должности вот уже 40 лет. Я очень рада получить недаль за свой многолетний труд. 40 лет назад я пришла на этот завод. С тех пор продолжаю работать в сборочном цехе. К своим обязанностям отношусь с большой ответственностью, ведь от этого зависит качество продукции. А благодаря автоматизации производства работать стало намного легче. Кайнар АКБ – экспортоориентированное предприятие. Выпускает порядка 2,5 миллионов аккумуляторных батарей в год. И в каждом источнике энергии труд порядка 900 рабочих. Часть из них – ветераны предприятия с трудовым стажем свыше 30 и 40 лет. Благодаря их опыту и мастерству молодые специалисты быстрее познают азы производственного процесса. На заводе я работаю уже третий год. В мой первый рабочий день меня поддержали мои старшие коллеги, которые многому меня научили. Благодаря их советам сейчас я знаю свою работу на отлично. Сегодня продукция Кайнар АКБ известна далеко за пределами Казахстана. Один из постоянных потребителей – Россия. Деловое партнерство налажено и со странами ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря квалифицированным кадрам предприятие осваивает новые технологии и уже строят большие планы по увеличению выпуска продукции. На нашем заводе трудятся более 200 ветеранов предприятия с трудовым стажем свыше 30 и 40 лет. В честь Дня труда мы наградили их юбилейными медалями и благодарственными письмами. Потому что именно благодаря их квалификации, ответственности и навыкам сегодня о качестве продукции завода знают во многих странах. Также благодаря нашим ветеранам мы вырастили не одно поколение грамотных молодых специалистов. Гульмира Тимиргалиева, Нурбек Жорымбаев, Телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. 27 лет была вынуждена скитаться и снимать жилье в аренду инвалид второй группы «Мисон Пак». И все эти годы она мечтала о своем, пусть даже крохотном доме. Недавно дом у нее появился. О том, как сбываются мечты, узнавал мой коллега Рустам Аралбаев. «Мисон и Константин» совсем недавно получили долгожданный дом. Он на порядок дешевле, чем другие, предложенные им добродетельными гражданами. И состояние его оставляло желать лучшего. Однако из 12 предложенных вариантов семья выбрала именно этот. Все дело в прилегающем участке. «Мисон и Константин» трудолюбивые и усердные люди. Они верят, что упорный труд красит человека. И намерены посадить огород, увеличить сад и облагородить территорию. «Вы не подумайте, что он такой скромный, дешевый. Но дом, конечно, мне предлагали получше, хорошими вариантами, заборами. Я сама отказалась. Почему? Потому что мне это аул понравилось. Мне понравился участок земли, чтобы я в будущем могла что-то посадить. Мне очень понравилось. И также, конечно, дом, когда мы ее приобрели, он был очень страшный. Три года никто не проживала в этом доме. Мы вот с мужем за два с половиной месяца, слава богу, потихоньку-потихоньку сделали ремонт небольшой. Вот сами, как видите, покрасили, побелили, воду провели. Надеюсь, что скоро забор осталось поставить. Спасибо всем еще раз, кто откликнулся, кто помог. Помогли мне этот дом купить. Всем огромное спасибо. Село Каратальск, в котором теперь живет семья ПАК, славится своими садами и чистым воздухом. Учитывая проблемы со здоровьем, здесь нам будет комфортно, говорит Мисон. С супругом Константином они с удовольствием обживают новое для себя жилье. Сделали ремонт, провели воду. А те, кто помог исполниться их мечте, для них всегда самые желанные гости. А сбылась мечта Мисон очень просто. Нашлись добрые люди. Талдукурганец Амангильда Толомисов рассказывает, как впервые узнала тяжелой судьбе Читы, предложив друзьям и знакомым идею помочь семье. Больше половины суммы собрали мои знакомые. Но вот почти половину суммы дал нам предпринимательница нашего города, которая пожелала не разыгрышать ее имени. Действительно она очень добрый человек. Она меня не знает. Я пошел тоже по рекомендации к этой женщине. И она меня не знав, сразу же, когда услышала про семью, про их состояние, про их трудную жизнь, она сразу согласилась помочь. И после этого мы купили дом в поселке Каратал. Мисон – инвалид второй группы по состоянию здоровья. Серьезное лечение нужно и Константину. Слабое здоровье оказалось и у их детей. Одного за другим они потеряли сына и дочь. Но выпавшие на их долю трудности не сломили духа. Мисон, будучи швеей, помогает знающим ее людям. Кому одежду подшить, кому постельное белье. И продолжать стремиться к мечте. А мечты сбываются. Рустам Моралбаев, Жаик Хурманбаев, телеканал «Жицу». Верный соратник, мудрый советник и просто широкой души человек. В этом году 80-летие отмечает Едыген Жуныспеков. Близкий друг первого президента страны внес особый вклад в развитие социально-экономического развития Казахстана. В частности, немало усилий приложил в процветание своей малой родины Алматинской области. Едыген Жуныспеков – человек неординарный и разносторонний. С самого детства отличался от сверстников бойким характером и острым умом. Родился в 1940 году в селе Айтей Карасайского района. В школьные годы обучался вместе с первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Он разделял мысли и цели лидера нации и всячески поддерживал его в становлении страны. Я учился в одном классе с Нурсултаном Назарбаевым. И могу сказать, каким он был в детстве. Отличник учёбы, всегда серьёзный и проницательный. Его уважал и любил весь класс. Признаюсь, мы были детьми и нередко дрались между собой. Из-за пустяка. Он всегда нас разнимал и мирил. Уже тогда он был на голову умнее всех нас. Всю свою жизнь Нейдаген Джену Спекулу посвятил развитию родного региона. Работал секретарём областного маслихата, вторым секретарём обкома партии и депутатом Верховного Совета, тогда ещё Казахской ССР. Путь к сегодняшним успехам был очень непростым и тернистым. Мы пережили много сложных периодов, состоявшихся из различных глобальных вызовов времени. Преодолели столько преград. Считаю, что 90-е годы были переломными для нашей страны. И без сильного лидера мы бы не достигли сегодняшнего благополучия. Он очень сильный и мудрый политик, а также пример для подражания. Сегодня Едаген Джену Спеков уважаемый в стране Аксакал. Несмотря на почётный возраст, 80 лет, он всё ещё продолжает приносить пользу обществу. Нередко посещает школы и проводит встречи с молодёжью. Наставить молодое поколение на правильный путь – моя обязанность, считает юбиляр. Во Франции для тех, кто был признан виновным в домашнем насилии, вводится практика постоянного ношения электронных браслетов с геолокацией. Система навигации отслеживает передвижение обидчиков и в случае их приближения к жертве на небезопасной для той расстоянии оповещает её об этом. По словам министра юстиции страны, система начнёт полностью действовать на территории страны к концу текущего года. В настоящий момент уже получено тысяча браслетов. Они активированы. Согласно статистике, в стране каждые три дня женщина становится жертвой домашнего насилия. И это только то, что попадает в криминальную хронику. О том, что реальные цифры тех, кто подвергается побоям и издевательствам, гораздо выше, говорят феминистские организации. Количество фемицидов за прошлый год увеличилось на 21%. В Харьковской области объявлен траур по жертвам авиакатастрофы. В пятницу поздно вечером там разбился учебный Ан-26Ш с курсантами на борту. Погибли 25 человек. Ещё двое находятся в больницах, из них один в критическом состоянии с ожогами 90% тела. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил полётов», но рассматриваются и другие версии. Самолёт упал при заходе на посадку в районе Чугуева. Поисково-спасательную операцию вели всю ночь и прекратили сегодня утром. Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились 28 человек, но позже стало известно, что одного курсанта не допустили к полёту. Бывший чемпион UFC в двух категориях, ирландец Конор МакГрегор проведёт ещё один боксёрский поединок. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. По словам ирландца, соперником станет чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации филиппинец Мэнни Пакьяо. О точном местоположении поединка и дате МакГрегор не сообщил. Это были все новости к этому часу, а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»